Какие виды спорта доступны инвалидам по зрению? Казалось бы, трудная задача, но благодаря неравнодушным людям слабовидящие и незрячие граждане в Покровске могут заниматься теннисом. Теннис для слабовидящих появился в нашей республике года три назад. Вел в жизнь этот вид учитель физкультуры и коррекционной школы Джоустан Андреев. Третий год тренируемся и успешно развивается. Уже чемпионаты республики города проводились и в республиканской спартакеаде программа входила этот вид спорта. Слабовидящие дети тоже очень хорошо играют, но слепые, само собой, им очень нравится этот вид спорта. Атрибуты тенниса для слабовидящих отличаются от обычных. Это стол с высокими бортиками, специальные ракетки, мячик со звуковым эффектом и обязательно повязки на глаза, чтобы для игроков с разной степенью инвалидности были одинаковые условия. Приобретение вот такого теннисного стола для слабовидящих и его перевозка стоит около статус, что является самой по себе большой суммой для людей с ограниченными возможностями. Тогда муж председателя общества слепых Афанасий Владимиров решил смастерить стол своими руками, чтобы доставить людям радость. Пришедшие на теннисный турнир члены общества слабовидящих с волнением берутся за ракетки и скоро начинают входить в азар. Желающие попробовать себя образовали своеобразную очередь. В свободное время нечего делать, нужно научиться, чтобы по слуху определить, куда качать мяч. Отрадно сознавать, что среди нас есть люди с добрым сердцем и умелыми руками. Хрупкая и энергичная председатель ВОЗ Ольга Владимирова уверена, скоро они будут ездить на республиканские соревнования по теннису.